Урок 136. Cursor Loader. В этом уроке используем Cursor Loader. В уроке 52 использованы устаревшие на данный момент методы запроса данных от BD и связки Activity с Cursor. Вместо них рекомендуется использовать Cursor Loader, который будет асинхронно читать данные и возвращать Cursor. Этот урок будет являться копией урока 52, только с использованием Cursor Loader. Cursor Loader представляет собой наследника класса Асинтаск Loader. По умолчанию заточен на работу с Content Provider, так как при работе требует URI. Мы же в этом примере используем его для работы со своей BD. Для этого нам придется его расширить и вставить свою реализацию в его основной метод. Приложение урока – это список, который отображает содержимое BD. Кнопкой записи можно добавлять, а контекстное меню удалять. Создадим проект. В strings.xml добавим строки. Экран Main.xml Кнопка добавления записи и список. Лайаут пункта списка Item.xml Статичная картинка и текст. Работу с базой данных вынесем в отдельный класс db.java. Здесь создание базы данных, управление подключением и методы по чтению, добавлению и удалению записей. MainActivity. MainActivity. В OnCreate подключаемся к базе данных, создаем SimpleCursorAdapter, добавляем контекстное меню к списку и создаем CursorLoader. Я везде для лоадера буду использовать ID равное нулю. В OneButtonClick добавляем запись в BD, получаем лоадер и просим его получить для нас новый курсор с данными. OnCreateContextMenu, создание контекстного меню. В OnContextItemSelected мы реализуем удаление записи из BD. И после удаления снова просим лоадер дать нам новый курсор с данными. В OnDesign отключаемся от BD. Далее идут callback методы интерфейса LoaderCallback. В OnCreateLoader создаем лоадер и даем ему на вход объект для работы с BD. В OnLoadFinished мы получаем результат работы лоадера, новый курсор с данными. Этот курсор мы отдаем адаптеру методом SwapCursor. MyCursorLoader наш лоадер, наследник класса CursorLoader. У него мы переопределяем метод LoadInBackground, в котором просто получаем курсор с данными из BD. Ну и я трехсекундной паузой симулировал долгое чтение базы данных для наглядности асинхронной работы. Все сохраняем, запускаем пример. Работает и добавление по нажатию кнопки, и удаление через контекстное меню. Работает с задержкой в 3 секунды, но при этом не тормозит интерфейс, так как работа выполняется асинхронно. Кроме асинхронной загрузки, CursorLoader закрывает старый курсор при успешном получении нового, закрывает курсор при уничтожении лоадера, то есть при выходе из приложения. При переходе в состояние стартован проверяют метку, которую ставит обсервер и запускает работу, если данные изменились. При переходе в состояние стартован стартует работу, если еще не было получено никаких результатов, например при первом запуске. На этом все. Всем пока. Следите за новыми уроками на канале StartAndroid. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok